Это маяк, улица Арлейба, 10-й проезд. Поворот сюда с главной дороги находится перед 12-й школой. В конце улицы металлобаза республиканского предприятия «Вторчермет». Дальше пустырь бывшей свалки, заросшей и безжизненной. Ближайший к металлобазе дом Марии Чкадуа. И без того не самое приятное соседство последние два месяца стало невыносимым. Со стороны свалки по ночам идет сильный запах гари. Мы, соседи, живем в вот этот дом, в следующий дом. Сюда направо, здесь в воинской части, мы каждый вечер задыхаемся от запаха сожженной резины. И до того, что нам приходится даже закрывать окна. Это стало большой проблемой, особенно за последние полтора месяца. Мы не знаем, откуда идет весь этот дым, откуда несет ветром. Но с той стороны откуда-то идет, может быть, это откуда-то с какой-то свалки, может быть, еще откуда. Мы не можем утверждать, но запах идет очень сильный. Собака у нас после дождя пошли черные крапушки, и собака у нас очень сильно отравилась. Вот так вот ездят машины постоянно у нас, постоянно у нас очень грязно. А здесь живут люди, здесь очень много детей, очень много семей, которые проживают. То, что запах горелой резины стал особенно едким в последнее время, подтвердили и в военном учреждении, и в школе, и старожилы этого района. Дело в том, что запах здесь стоит уже давно. Оно раньше еще какой-то был другой запах, а это тоже еще хуже сейчас стало. Там вот, конечно, те, которые живут там рядом, это вообще катастрофа у них. Там стуки эти, шум это, гам это, там практически не то, что там. У нас дома невозможно это иногда спать даже. После 12 ночи постоянно, каждый день практически, стоит ужасный запах дыма, и даже невозможно открывать окна, двери. Мы запираемся, как только начинается этот запах, и очень сложно. Дети прям жалуются на этот едкий дым, и мы стараемся как-то закрывать, запираться, и больше ничего не можем сделать по этому поводу. Вот такие фотографии прислали обеспокоенные жители в редакцию Абаза ТВ. На них видно дым, но не видно место возгорания. Так как единственное работающее в этом направлении предприятие в Торчермет, жители грешили на него. Думали, может, покрышки жгут или машины, чтобы проще было прессовать. Даже обращались к руководству с просьбой прекратить поджоги. Но и нам, и местным жителям сотрудники в Торчермет сказали, что ничего не поджигают. Спрашивали, они все это отрицают. Мы пытались пройтись по местности, но так и не нашли особо никаких очагов дыма. Поэтому решили, что нас услышат по-другому. Сотрудники металлобазы от интервью отказались, но разрешили пройтись, осмотреться, поискать места предполагаемых поджогов. Не обнаружив ничего похожего, мы направились дальше, в сторону бывшей свалки. Но далеко проехать не смогли. Дорога заросла колючками. Тогда мы решили поднять коптер, и буквально в километре от нас обнаружили задымление. Сотрудникам МЧС по телефону мы объяснили, что видим дым на достаточно большом участке, но не знаем, что именно горит и как подъехать ближе. Вскоре сотрудники пожароспасательного отряда города Сухум приехали на более проходимой машине. Не на пожарной, потому что сначала нужно определить, с какой стороны лучше подъехать, какова площадь возгорания и какого рода пожар. Маякскую свалку закрыли после протестов местных жителей в 2018 году. Новый мусор туда не привозят, а старый за эти годы зарос бурьяном и кустарником. Доехать до места пожара мы снова не смогли. Дорога просто уперлась в тупик и заросли, и мы снова подняли коптер. Теперь пожар был слева от нас, на расстоянии полкилометра. Но чтобы доехать туда, нужно было вернуться обратно и заехать с улицы Бейгуа. По этой дороге мы тоже доехали, куда смогли, и снова не добрались до пожара. Опять подняли дрон и увидели, что пожар совсем рядом, но проезда с этой стороны нет. Тогда двое сотрудников МЧС отправились туда пешком, и уже оттуда позвонили и рассказали, что увидели. В общем, вот что я наблюдаю передо мной. Гора мусора, состоящая из бутылок, целлофана, кордонки. Что еще вижу? Палки, стяки. Фу. Матрасы. Короче, вот это в основном бутылки. Консервы, бутылки с сандре. И вот с под земли выходит дым, потому что тут поджигали, это кустарники, не кустарники, поджигали, тут территория тоже так себе приличная. Но одна часть почти уже не горит и не тлеет. А вот ближе к вам, ближе к вам и левее. Вон там, на подъезде. Подъезд спецтехники есть туда? Оттуда, где вы стоите, там две ямы. Ты не вздумай, даже ехать, там утонешь сразу. Там колья когда-то ишла, большая техника проезжала. Яма капитальная. А оттуда, если дорога есть, можно. Тут рукава тоже добротянуть надо будет. Вон там вижу тлей, там вижу тлей. Как думаешь, выход с положения? А не может быть подожди видать или что? Потому что кустарник сгоревший. Саид Леонидович, выход с положения, говорите? Что выход? Вот это, если отсюда дорога будет. Но здесь пожарные ничего не сделают. Сюда надо загнать экскаватор, чтобы он это все расковырял. А так смысла нету сверху. То, что мы польем, никакой смысл, сами знаете. Это кадры, снятые сотрудникам МЧС на месте событий. Когда возгорание происходит в толще мусора, его практически невозможно потушить одной водой. По этой же причине не справился дождь, который не раз прошел за последние два месяца. В такой ситуации сотрудники МЧС запрашивают помощь у столичного мубблагоустройства. Те отправляют на место свой экскаватор, и пока он раскапывает тлеющие горы, пожарные тушат, что возможно, водой. Но чтобы пожар не возобновился, желательно мусор спрессовать и пересыпать землей слоями, как торт. Как справиться с этой задачей сотрудники МЧС и столичной администрации, покажет время. Надежда Боровикова со Сырку Агуха, Абаза ТВ.